Сегодня специалисты «Газпром» газораспределения «Черкеск» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в ауле Нижняя Тиберда. И еще один населенный пункт Карачева-Черкесии стал газифицированным. Разделить радость жителей в этот знаменательный день приехал руководитель регионального «Газпрома», а также представители правительства и парламента республики. Из аула Нижняя Тиберда репортаж Аллы Динаевой. После новой верхней Тиберды и города-курорта эстафету газа сегодня принял и аул Нижняя Тиберда. В последние дни уходящего лета природный газ пришел и в этот населенный пункт. Объект протяженностью 5 километров создал возможность для догазификации аула Нижняя Тиберда. Благодаря решению президента нашей страны у нас появилась возможность по программе догазификации бесплатно подводить дом для домов жителей нашей республики. И такая программа сегодня успешно реализуется. Хотел бы дать огромную благодарность и сотрудникам «Газпрома» за то, что они подключились достаточно быстро и серьезно к этой программе. И очень успешно ее реализуют на территории республики. Хочу поздравить всех жителей. Совсем недавно мы мечтали, чтобы у нас в каждом ауле в нашей республике был газ. Сегодня эти планы предполяются в жизнь благодаря нашим дружинникам, нашим достойным. Сегодня в республике 2500 жителей уже воспользовались данной программой и получили газ в свои домовладения. С прошлого года действуют и региональные меры поддержки, в соответствии с которыми газ подводится не только к земельному участку, а к самому домовладению. Отдельным социально значимым категориям населения также выделяется субсидия и на приобретение газоиспользующего оборудования, и оплату работ внутри самого дома, напомнил генеральный директор «Газпром» Межрегионгаз Черкесск Олег Дергачев. Создана техническая возможность подключения более 200 домовладений в Нижней Тиберде. Более 40 семей уже обратились к нам с заявками на дегазификацию. Хотел вам напомнить, что наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, запуская программу социальной дегазификации в 2021 году, поставил задачу «Газпрому» и органам местного самоуправления, и органам исполнительной власти субъектов подвести газ каждому дому в России. Сегодня в нашем районе остается еще 5 поселений, это Мариинское ущелье, Хурзут, Артепов, Чкуланов, Чкулановское ущелье. Я думаю, что в ближайшее время там начнутся работы. За столько другое время в районе уже мы открываем третий населённый пункт, это Дыжная Тиберда. Буквально недавно мы открывали верхний Тиберду. Это для вашего блага. Конечно, когда дом отапливается газом, это другое совсем тепло, лёд. Это наши социальные объекты, школы, садики, ДК. Зимой у нас будет тепло. Благодаря нашему президенту в это трудное время социальный блок вопросов, который сейчас решается, не забывается. Видите, мы стали очевидцами того, что наконец-то в Нижней Тиберде появился газ. Представитель газораспределительной компании «Залимбастанов» доложил о готовности объекта для подачи природного газа. Объект испытан, готов к эксплуатации. Семья Качкаровых большая радость. И сегодня они радушно встречают гостей, благодаря которым природный газ пришёл в их дом. Загорается, отпускаете. Рад, что загорелось, большая комфортная. Спасибо. Теперь хлопоты по заготовке дров, наполнению баллонов с жиженным природным газом уходят в прошлое. И жизнь становится комфортней и уютней и для жителей аула Нижней Тиберда. Мы жили в старом доме, где печка. По-старому мы топили дровами печку. Конечно, дети хотели приезжать зимой, особенно на зимних новогодних каникулах. У нас же одна печка и одна комната отапливалась. Поэтому они приезжали и уезжали. А сейчас они радуются. Мы тоже радуемся, потому что уже простор. Уже в новом доме отопление будет газовое. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Крачевский район.